Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить с вами об антиквариате. Когда-то я рассказывала о декоре этой стены, идеей которой я позаимствовала из одного из журналов. Мне показалось, что эти доски напоминают театральные подмозки. И именно на них будут очень хорошо смотреться мои главные герои. То, что составляет интерес моей жизни. Антикварные вещи, вещи, которые я сделала своими руками, шляпы, программы театра. И в общем всё-всё-всё то, что я очень-очень люблю и хотела бы представить. И они бы не отвлекали от главных героев внимания. И сегодня я хочу поговорить именно об этих главных героях. Вы видите мой любимый уголок, сделанный в стиле шебешик. И здесь как раз стоят два изумительных сосуда для вина. Эти замечательные сосуды в металлической оплётке я помню ещё с детства. И это неудивительно. Ведь их продавали в Москве в 40-х 50-х годах. Видите, какой красивый штоф или бутылка для вина. Можно назвать по-разному. Он трёхграммный. И рисунок этот со змеями, с драконами. Бутылка такой оплётки металлической. И сверху посеребрение. Значит, в одной версии это Китай, в другой версии это Индия. Но мне кажется, скорее Китай, потому что, видите, здесь драконы. На трёх сторонах один и тот же рисунок. И на каждом рисунке три дракона. Китайский дракон Лун – символ китайской традиционной культуры. Дракон – это мифологическое и фантастическое животное, выступающее как волшебное существо и существующее постоянно в сердцах китайцев. В Китае дракон – символ добра, мира и процветания. Китайцы считают себя потомками легендарных императоров Енди и Хуанди, продолжителями рода дракона. И вторая бутылка точно такая же пробка. Всё точно такой же, размер точно такой же, но на ней изображена птица. На ножках такая необыкновенная. И рядом всё равно дракон. Разглядывая прекрасные образы китайских мастеров, мы не всегда понимаем их глубинный смысл. То, что там зашифровано. В Китае у народа шам, птица, например, считалась прородительница рода. И дошифровка, символ феникс, который помогает решить все проблемы, очень важен. Но, например, в композиции, очень часто были композиции дракона-феникс, пара птиц и солнце, птица на горе. И основное там должно быть в птице три длины. Это длинные глаза, длинные ноги и длинный хвост. При этом, в отличие от известного нам легендарного феникса, который сгорает и воскресает, у китайского аналога нет непосредственной связи с качествами перерождения и бессмертия. Китайцы практичны ирхоричны. Символ феникса они связывают с императорским правлением, с качествами справедливости и верности. Если на картине феникса присутствует еще дракон, то эта пара олицетворяет императрицу и императора. Досота примерно 26 сантиметров. А у этого около 26 сантиметров. Я вам хочу показать. Посмотрите, какая замечательная бронзовая фигурка мальчика. Такая маленькая скульптура. Это Германия, 1887 год. Скульптор Крафт. По всей видимости, этот мальчик, лудильщик, лужение нанесения тонкого слоя расплавленного олова на поверхность металлических, прежде всего, стальных и железных изделий. Лужение производится для защиты металла от коррозии или для подготовки к пайке. Луженая поверхность лучше смачивается припоем. И мастеров таких называли лудильщиками. Это ремесло известно с древности. Некоторое время оно процветало в богемии, но затем около 1620 года распространилось и в Саксонии. Тогда же в 1620-е годы наблюдался всплеск интереса к лужению в Англию. В России 19-20 века этим делом занимались вплоть до исчезновения спроса на него, как правило, цыгане котлеры. И к тому же лудильщики – это торговцы, у которых можно найти было множество товаров. Какие-то из них вполне обыденные, но необходимые в повседневной жизни. Другие весьма экзотические. Обычно лудильщики путешествуют с мешками. Часто у них есть лошадь или осел. Они оказывают и некоторые услуги. Например, точат ножи, чинят вещи. И, кстати, лудильщики бывают, как правило, в курсе всех событий, которые происходили в окрестностях. Есть много мнений о том, почему лудильщики играли столь важную роль в народном творчестве. Но выдвигали на этот ряд много разных теорий. На самом деле, правда, очень проста и понятна. Любому. Лудильщики – это признак цивилизации. Когда дороги безопасны, лудильщики свободно путешествуют, принося в небольшие городки новости и необходимые товары. Неудивительно, что когда люди видят лудильщика, их сердце радуется. Ведь лудильщики – это знак того, что всё в порядке в этом мире. У скульптуры мальчика всё очень реалистично. Мы можем рассмотреть буквально всё. И кастрюли, крышки от кастрюль, которые он носит с собой, и какие-то ещё вещи. И брюки очень хорошо видны, даже складочки все. И очень хорошо можно рассмотреть его обувь на толстом каблуке, рубашку, шляпу, которая на него одета. Впереди брюки на одной колене порваны. Ну, в общем, очень реалистичная такая картинка. И у него, конечно, есть утраты. Во-первых, в руке, вы видите, он руку протянул, у него там должно быть что-то такое для лужения. Но, к сожалению, с годами это видно было тонкое такое, типа прута, но он обломался. Поэтому этого сейчас не видно. И ещё мне такое подозрение, что он был на небольшом такой камне стоял, на пьедестале вроде как. Ну, его тоже нету. Но, во всяком случае, картинка очень реалистичная и очень красивая. Но перед тем, как проститься, я хочу вам пожелать всего самого доброго и показать вам небольшой фильм о Ларе Верба. Если вы помните, мы говорили, там были представлены работы на выставке знаменитого, этого дизайнера. Пожалуйста, посмотрите. Говоря об украшениях Ларе Верба, невозможно обойтись без определений. Роскошно, потрясающе, необыкновенно. Работа этого мастера всегда обладает ярко выраженной индивидуальностью. Их невозможно спутать с украшениями других дизайнеров. Смелый дизайн, сочетание фактур и материалов, архитектурность и впечатляющий размер – это и есть почерк мастера. Но кто же он такой, этот загадочный Ларе? Родился и вырос он в Гленкольне, который покинул в 1969 году после службы в армии. Приехав в Нью-Йорк, он занялся поиском работы. И будучи поклонником ювелирного искусства, Мириам Хаскелл через какое-то время устроился работать на ее фирму. Поначалу Ларе собирал и подготавливал материалы для будущих украшений. Но уже через полтора месяца после начала работы он стал дизайнером фирмы. Через полтора года он ушел из нее и пару лет проработал, не знаю, правильно ли я назову, Кастел Клифф, где разработал несколько удачных линий украшений, включая линию о Колумбии, в колумбийском стиле. В первом сезоне это были изделия с использованием стеклянных камней, а во втором – натуральных. Бусины были отлиты в очень красивых формах. Ларе вдохновился старинными украшениями индийских племен в музее истории. Когда прежний главный дизайнер Хаскелл уволился, Ларе получает заманчивое предложение и вновь возвращается на прежнее место работы, но уже в качестве главного дизайнера. И на этой должности верба старая остается достаточно долго, с 1973 по 1981 год. Украшений Ларе и верба в мире не так уж много. Существуют они малыми партиями и все высоко ценятся любителями и коллекционерами высококлассной бижутерии. Ларе и верба сегодня один из самых успешных и уважаемых современных дизайнеров-ювелиров. Его украшения создаются вручную в собственно небольшой мастерской. В украшениях его работы блистают звезды бродвейской сцены и митрополита на пера, светские львицы и признанные иконы моды стиля. Такие, например, как айрис апфель. Все украшения Ларе и верба коллекционны и чаще всего представлены в единственном экземпляре. Ларе и верба Ларе и верба Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok